Провести время весело и с пользой – главная задача на лето. Днём хочется спрятаться от жары, а вечером потратить накопившуюся энергию. В парке Ленина для этого есть специально оборудованное место – роллер-дром. Сюда могут прийти как профессионалы, так и новички. 1 июля на роллер-дроме устроили праздник лета. Белгородцы смогли не просто поучаствовать в конкурсах и покататься на роликах, но и получить за это призы. Гости опускали свой билет в лототрон, после чего автоматически участвовали в беспроигрышной лотерее. Подарками были билеты в кино, сертификаты в магазины и сладости. А на площадке всех ждал мастер-класс от опытных роллеров. Инструктор рассказал о секретах выполнения некоторых элементов – змейки, фонарика, кораблика и параллельной езды. Ребята узнали, как правильно ставить ноги, как поворачивать и, главное, как правильно тормозить. Владислав 11 лет катается на роликах, поэтому знает, что нужно посоветовать новичкам в первую очередь. Основные правила – не лететь сломя голову. Это самая глупая ошибка людей, которые только становятся на коньки, на ролики. Им надо сразу лететь за всей толпой. Научитесь сначала правильно стоять, а потом уже начинайте увеличивать скорость. Сергей с дочкой впервые встали на ролики. Внешне они уверены в себе, но мысль о том, чтобы не разбить коленки, мешает. Чтобы преодолеть страх и научиться кататься, решил обратиться к инструктору. Сейчас до инструкторов дойдем. Еще не дошли до инструкторов. Будем стараться дойти. Пока наша цель была дойти до забора, мы первую цель выполнили. Теперь будем дальше делать первые шаги. Инструкторы рассказали, как тормозить. Сказали, конечно, пробуйте больше технику задом ехать. Зимой коньки, а летом ролики. Вот и я решила попробовать научиться кататься на роликах вместе с инструктором. На территории роллердрома есть медицинский уголок, но это на крайний случай. Ведь инструкторы не только обучают всех желающих, но и следят за соблюдением правил безопасности при катании. Поэтому здесь и нравится кататься всем от мала до велика. Мне кажется, роллердромы важны, потому что на них люди, как минимум, могут научиться кататься. По дорогам сейчас по асфальту не поедешь, там бугорки, можно легко упасть, и машины рядом. А такие роллердромы, они ровные, и легко можно покататься на них. А в Белгороде вообще обычно где ты катаешься? Ну, я, наверное, у бабушки в деревне чаще всего. А где удобнее? Тут удобнее, потому что тут гладкая поверхность, и удобнее кататься. На празднике лета ребята всех возрастов нашли для себя веселые занятия. Постарше влезали в огромные костюмы и участвовали в битвах. Оставь его! Давай! Пока ребята постарше на площадке готовятся кататься на роликах, дети помладше участвуют в конкурсе рисунков. Все участники конкурса получили порцию ярких эмоций и вкусных сладостей. Даже самым маленьким гостям не было скучно. Дети могли перевоплотиться в сказочных феи или героев любимых мультфильмов с помощью аквагрима, а также нарисовать открытки для родителей. Такие праздники планируют устраивать каждую пятницу. Дискотеку, какие-то конкурсы для детей, для того, чтобы, ну, как минимум, детям было где проводить лето. Плюс роллер-дром участвовал в фестивале «Белгородское лето». И для того, чтобы у молодежи было место, куда прийти развлечься, чтобы не просто покататься на роликах, а чтобы это было интересно. За катание на роликах деньги не берут. Вход для всех бесплатный. Роллер-дром работает каждый день с 10 часов утра до 10 вечера. Коньки можно приносить свои или брать на прокат. Екатерина Скляренко, Дмитрий Ярема, Белгород Медиа.